здравствуйте здравствуйте дорогие друзья добрый всем день я или кравцов тренер практик интернет торговли и я хочу специально для вас сегодня провести небольшой эфир который я назвал 5 5 мифов 5 мифов о создании бизнеса на аукционе ebay но на самом деле и мифов конечно же не 5 что я называю мифами на самом деле это то что многие считают правда что это вот на самом деле так реально факты ними скажем так это не факты это что-то не имеющие под собой реальных оснований но вот так вот принято считать поэтому я хочу буквально в нескольких словах пройтись по пяти мифом не мифы скажем так это группы мифов потому что некоторые из них разделяются на несколько частей я быстренько по ним всем пройдусь я не собираюсь сегодня это разводить надолго буквально дай бог если минут за двадцать мы с вами справимся и дальше если будут вопросы с удовольствием итак начнем первый миф ну что в ebay это только для американцев и даже согласился если бы мне это сказали году где-то в 2010 а на самом деле уже 2 12 года уже большая часть продающих на самом сайте аукцион самом сайте ebay.com что вроде бы американский сайт уже продает гораздо больше людей со всего мира чем из америки и это не говоря о том что есть ebay.di немецкий и бей австралийский великобритании испания италия франция польша очень много локальных сайтов и да и бей в общем то это со всего мира те люди которые продают зарабатывать и больше чем американцы а есть некоторые сложности но эти сложности чисто технически вот я вижу первый вопрос по поводу заморозки об этом чуть позже давайте ближе к концу я пройдусь по пяти мифах о заморозке у меня кстати на моем youtube канале есть и как именно от нее избавит как именно расширить эти ограничения это об этом есть у меня на канале youtube и так не только для американцев гораздо больше со всего мира продают чем из америки так вот еще есть вопросы это чуть позже дальше говорят на ибэй кроме без английского вообще делать нечего но это не так если вы знаете прошу прощения если вы знаете английский язык даже не в объеме школы а умеете читать буквы и умеете открыть словарь или google translate вы справитесь до google translate очень криво переводит английский но вам же только понять а когда вам нужно будет написать вы точно также можете использовать google translate с одной стороны с другой стороны и которые вам помогут за абсолютно смешные деньги если вам нужно написать какой-то кусочек небольшой есть в интернете сайты фрилансеров которые буквально за сколько там за 50 рублей тысячу знаков вам переведут на хороший нормальный английский есть те которые дешевле но я проверял что те которые дешевле какое качество а за 50 рублей тысячу знаков перевод на английский язык да пожалуйста с удовольствием это согласитесь это не вложение денег если у вас несколько определенных товаров определенного типа вы сразу сделаете перевод и потом просто используете как кубики как кубики составляете и все у вас работает это все замечательно и прекрасно дальше вот как раз сразу следующий миф это же так сложно технически на самом деле действительно когда заходишь ой тут нужно вот это а тут а вот так а как с этим разобраться все если действительно начать и поэтапно проходить один за вторым этапы очень легко разобраться со всеми этими техническими вопросами вот буквально вот очень легко да понятно это нужно делать заниматься то есть сама вот так вот на вас не посыпется нужно провести произвести некоторые действия это понятно но в тот момент когда вы уже немножечко некоторые этапы дальше вы уже чуть ли не закрытыми глазами ориентируетесь знаете что тут как тут и как и так далее просто это практический навык это чисто практический навык и как он добивается нужно делать нужно делать до желательно делать с кем-то кто знает кто может помочь но в общем то по большому счету если вы действительно сделали что-то хотя бы раз два три несколько раз до 10 раз дальше вы уже и ориентируетесь где что и как и знаете там допустим если что-то не знаете знаете где искать знаете где взять информацию все вы уже совсем разберетесь это на самом деле не так сложно как кажется просто нужно делать еще большая группа мифов это не миф это группа мифов что ну как ну вот да конечно и бейда знаю многие покупают продают там со всего мира но вот именно для россии для украины казахстана беларуси это не подходит почему потому что вот знаю что из россии банят а на украине проблема с ппл и так далее и так далее на самом деле это все решаемые вещи да в украине там возможно есть несколько вариантов один из вариантов посредники и многие говорят ой не 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 с посредниками ну скажем так посредники они как и люди разные бывают поэтому соответственно вы можете правильного посредника я как раз вот мы сейчас с одним напарником собираемся составить целый файл таблицей и плюсы и минусы цены все остальное кто кого заинтересует потом обратитесь буквально думаю течение недели уже будет готово и то что говорят вот из россии нас банят всех тоже неправда то есть да есть кого баня но если правильно себя вести если знаете что к чему если знаете где именно могут вам придраться и обойти обойти этот эти подводные камни все работы у меня как с украины как с россии как с беларусью последнее время кстати из беларуси все больше и больше учеников меня это очень радует и работает люди зарабатывают деньги это прекрасно и присоединяйтесь и есть еще вот такое вот тоже миф по мифов что да когда-то это было но сейчас это мол уже не так актуально сейчас больше актуален амазон и проще проще там какие-то бананзы какие-то бананзы рассказывают знаете я заходил на эту бананзу есть прекрасный сайт similar web он сравнивает позволить сайт и сколько людей заходит активность на сайте и так далее так вот бананза она мягко говоря в пыль не попадает вообще никуда ни к одному до amazon обошел на повороте и бэй раньше и бэй только и бэй занимался товаркой амазон занимался только музыкой и музыка книги плюс минус и буквально несколько лет назад amazon начал заниматься товарами тоже и вот букву года назад если я не ошибаюсь пошел на повороте и бэй сейчас второй год подряд они действительно показывают больше продаж больше доходов и так далее но но в качестве обучения интернет-торговли электронной коммерции нет чего-то что сравнилось бы с и бэй потому что на самом деле все гораздо жестче там очень быстро банят с невозможностью восстановить нужно вкладывать деньги причем деньги нужно вкладывать изначально и где обтереться вы не можете приобрести нормального опыта для того чтобы дальше работать и даже если есть какие-то ошибки как-то их исправить и в этом гораздо гораздо лучше гораздо серьезнее на самом деле даже если вы совершили какую-то ошибку и даже если это были на ebay есть возможность разобраться с этим либо договориться с ними либо переделать все есть разные возможности но именно на ebay вам гораздо легче что происходит какие именно требования к электронной коммерции и так далее гораздо гораздо легче с этим разобраться и не нужно вкладывать больших денег например на амазон есть несколько бизнес схем где изначально есть не вложишь меньше 5000 долларов там просто делать нечего вообще нечего делать начать с полного нуля да есть такие системы как дропшиппинг и на амазоне тоже там это во первых гораздо сложнее во вторых с полного нуля там тоже не начнешь тоже нужно потому что там выкупать товар и так далее это тоже занимает время и деньги соответственно изначально вложение денег должно быть больше поэтому я вот например знаю огромное количество крутых 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 продавцов на ebay которые поднялись и потом добавили amazon добавили свой сайт добавили еще какие то вещи но ebay это прекрасная штука чтобы начать тогда когда вы уже начали у вас уже пошел у вас уже есть деньги тогда пожалуйста добавляйте и вы уже вы уже внутри вы уже знаете что тут происходит вы уже знаете как с этим быть вы уже не падаете в каждую вторую яму как новичок поэтому начинать нужно именно с ebay а тут были кое-какие вопросы давайте я на них отвечу письменно это будет лучше и легче а я сейчас уже наверное буду заканчивать к чему я собственно все это говорил напоминаю меня зовут эли кравцов я тренер интернет торговли и я занимаюсь обучением не только ebay так же эти и другие площадки я сейчас не об этом я сейчас о том что заходите смотрите разберитесь что такое ebay очень многие заходят а это не для меня это страшно я не буду это можно разобраться да лучше конечно разбираться когда кто-то вам в этом помогает какой-то наставник учитель тренер этого вы выберете сами я лично начинал без ничего я вот так вот послушал какую-то аудиокнигу и давай вперед потом я конечно понял что мне не хватает информации да я пошел учиться на 3 курсы на 3 и на 5 но мое предложение вам не бойтесь не пугайтесь начните попробуйте 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 вы поймете вам что вы потом уже будете знаете что именно искать в каком именно направлении копать не так все страшно как кажется попробуйте у вас обязательно получится обязательно вот увидите удачи вам до новых встреч удачи 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 удачи